Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос касается того, что автор заподозрил девочку в измене. Я прожил с девушкой два года, после чего решил на эмоциях с ней разъякаться, так как начал подозревать её в измене. Ну, на эмоциях, когда в любом случае в состоянии аффекта, в состоянии аффекта человек вряд ли осознаёт, что происходит с ним и с его партнёром. Поэтому тут как минимум есть нюансы. За неделю до расставания девочка с работы начала приходить на час или полтора позже обычного, это примерно в 22 или 23, хотя она должна была работать до 9. Но здесь есть ощущение, что вы её контролируете, потому что, ну, есть ощущение, что вы используете контроль. Контроль это тревога, а тревога это страх. То есть тут нужно работать с вашим страхом. В первую очередь. И неуверенностью в себе самооценкой. Когда я звонила и спрашивала где она, она отвечала за каждую. Опять же это про контроль. Когда девушка ушла, ну, условно говоря, могла обратить внимание на другого мужчину, именно вот в силу того, что от вас чувствовала именно контроль. То есть если, ну, человека контролировать, да, то он, человек, чувствует давление и... от любого давления хочется уйти. Вот. Полчаса её не было, я перезванивал, она говорила, что заходит. Ну, опять же, да, вот здесь вы как будто бы всё своё внимание, да, направляете на неё, на девочку в смысле. Вот. На то, где она. И это вот, в общем и целом, позиция, повторюсь, такая, больше деструктивная, чем конструктивная. Вот. Потому что это создаёт у человека ощущение, что он, вот, ну, такое чувство, что он не свободен. Вот. Понимаете, да, то есть ощущение создаётся, что я не свободен. Что я не принадлежу себе, как бы. Вот. Это может порождать, как я сказал, это может порождать, ну, негативные реакции. Вот. Ну, со стороны девушки. Ваши. Вот. Ну, в целом, это мало кому приятно. Так, я пытался поговорить с ней по этому поводу. Она ответила, что её всё надоело. Ушла якобы к гостере ночевать, но продолжаться прийти. Ну, опять же, это, походе на то, что вы, вот, и её законтролировали. А, как бы, до этого, ещё был момент кризиса в отношениях. То есть, тот факт, что вам как-то более интересно, где она и с кем она, да. И когда придёт, говорит о том, что, ну, ваше общение и взаимодействие не слишком полное. То есть, я бы хотел, чтобы вы здесь уточнили, как вы вообще человека воспринимаете, да. Вот. Что девушка для вас изначально значит и как вы её видите. Что между вами общего, на чём вы сошлись. Вот. Потому что обычно, когда у людей общего достаточно, их не очень интересует, где, когда человек придёт. Ну, потому что много других дел есть. После ночёвки я написал ей, что будем делать дальше. Она ответила, что надо расходиться. Я её в тот момент не держал и прошёл. Потом и до вечера. Вечером она сказала мне, что не хочет расходиться. Мы помирились. А как это происходит? Как происходит примирение? Ну, вот в данном случае, в смысле того, что вы что-то решили, что-то выяснили, что-то выяснили. Или как? Как примирение происходит? Потому что, если примирение происходит без выработки, скажем так, определённых решений, да. то толку от примирения вообще никакого. Понимаете? Вот. Поэтому я и хотел бы, вот, обратить ваше внимание на это. Далее. Далее. На следующий день она за несколько часов ставит меня в известно, что у неё сегодня корпоратив. Ну, это нормально всё само по себе. И ушла, сказала, что к 0 придёт. Я проснулся в 3, её дома не было. Я ей позвонил и спросил, где она. Ну, опять же, это про контроль. Понимаете? То есть, как бы, ну, нет и нет. Она опять мне только раз сказала, что заходит, сразу пришла правда. Я на эмоциях расстался с ней. А что это за эмоции? Что-то ревность, что-то злость, что-то страх. Так. С этим нужно работать. Вот. И она ушла куда-то. Ну, тоже странно. Вы расстались с ней и она ушла. Странно. Через 3 дня за вещами её привёз её новый парень, с которым она встречалась. Она вообще девушка скрытная и молчаливая, из-за чего мы её ругали. Это вопрос вашего принятия партнёра. И какой вклад в ссоры в насильевые. Я, кстати, при примерных обстоятельствах у неё появился. Только она сначала рассталась с парнем, а потом со мной начала жить. Вопрос в том, устраивает ли вам такая история. То есть, ну, не слишком ли быстро. Вообще по хронологии она, значит, делала с тем первым, не очень понятно, что вы написали здесь. Бросила его, переехала ко мне, от меня переехала к новому. Подскажи, что с ней происходит. Без понятия. Это другой человек, мы не имеем права обсуждать третьих лиц. Что это за ситуация или характер такой? Ну, ситуация такая, что вы ревнивы в данном случае. Что вы ревнуете. Правильно ли я заподозрил её? Это не важно. Главное, что вы ревнуете. Правильно, нет. Это уже 10. Если бы между вами была связь, если бы вы не контролировали её, то была бы возможность у вас найти ресурсы для сохранения отношений. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Буду позволить вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok